Добрый день наши дорогие, дорогие зрители! Сегодня мы вас решили порадовать, пригласили наших самых лучших друзей ритейл.ру, Дмитрия Потафенко и Петра Офицерова, наши давние колумнисты, самые читаемые наши авторы. Мы пригласили их для того, чтобы они обсудили последние новости этого лета, самые читаемые вами, самые популярные, самые обсуждаемые. Вот они сегодня нам все расскажут, что на самом деле происходило этим летом в российском ритейле. Ну, я думаю, получив титул только Гуру, но еще и самых-самых, можно уже идти. Может, все-таки заканчивают. Пока за что-нибудь не сделали такого, чтобы перестали быть самыми-самыми. Ну, а что там у нас? Читай! Ну, вот, самая читаемая новость этого лета, это произошла в «Эксперт». Стефан Дюшрам переходит на постоянную работу. То есть, кто не знает, он… Дюшар. Дюшар, да. На конец июля, начало августа он был временным исполняющим обязанности главы «Эксперт» и СИП после… Ну, после увольнения Гусева по публикованию отчетов, да, как бы… Ну, там весьма непростая ситуация была сегодня. Ну, он очень интересный со всех сторон. Тем более, что показатели «Эксперта» правда по отчету не блещут. Ну, на мой взгляд, с точки зрения читаемости, она читается не потому, что как-то там привлекает фигура Стефана при всем уважении к нему, а именно по причине того, что очень была нашумевшая новость с Андреем, а это, на мой взгляд, такой круг по воде, который все хотят понимать, а что же будет дальше. Почему это так важно? Почему все хотят? Ну, это… на самом деле это никак не важно, потому что для 90% наших читателей, в общем, важнее там смена байера, смена помощника байера, ну, потому что в основном это поставщики, или там для конкурентов это важнее, кто возглавляет группу развития. Вот назначение таких стратегических фигур, ну, это важно больше, скажем так, для инвесторов, для групп инвесторов, для банков, для котировок на биржах, вот это важно. Ну, для наших читателей, на мой взгляд, это не значимая новость. Ну, я думаю, в новостях, название которых стоит X5 Magnit и другие, на Ашан и другие названия крупных сетей, они являются такими самыми читаемыми, потому что к этим сетям приковано самое большое внимание. Всегда хотят войти, или кто уже там не работает, думает, почему там не работает, или кто работает, думает, лучше работает, ну, в общем, потому что они крупные. Вот, собственно, да. Ну, это лидер рынка, все, о чем речь, тут даже ничего обсуждать. Следующая новость, это статья Евгения Чичваркина, как, например, понять потребителя. Ну, только это не совсем статья, насколько я понимаю, это видео-видеоролик. Да, это и даже видео-видеоролик. Причем очень старый, мягко говоря, то есть это ролик, по-моему, чуть ли не 4-5 летней давности. В общем, очень хороший материал, потому что он в Ютюбе собрал очень большое количество за эти годы просмотров. Ну, Жень там все правильно сказал, в общем. И Евгений там блистает. Марина в костюме с лампасами. Самое главное не в этом. Я специально принес это как иллюстрирующий материал, собственно говоря. Женя там абсолютно верно рассказывал про… Различные супер-мега-девайсы. Да, да, да. Жень рассказывал, собственно говоря, упоминал о том, что, в общем, на чем будет сконцентрироваться потребитель. А я все время практически всегда иллюстрирую его постулат по поводу изменений, там, покупательских предпочтений. И всегда говорю, вот вы знаете, там мне говорят, вот уникальный продукт, там, Apple. Я говорю, полная фигня. Вот это вот называется Flybook. Сами сделали? Да, почти. Это я из Lego собрал. Да, из Lego собрал. По-кмоему, покупал я в году 2004. Значит, во-первых, показываю, есть сим-карта. Можно звонить. Можно. То есть, это был уже Flybook. Потом он делает так. Потом он делает… Ну, он работает с виндами, на нем еще есть стилус, которым можно писать на экране. То есть, когда мы говорим о том, что компания Apple предложила что-то такого супер-инновационного, Женя как раз в своих постах в этом тексте очень часто упоминает, что посмотрите сочетание цены и качества какого-нибудь азиата. Ну, вот, собственно говоря, вот азиатский. Вот он, Flybook. То есть, по сути дела, Apple уже был сделан. С симкой, с стилусом, с планшетом. И вот, чтобы было понятно, что это вот, в общем, тот самый 7 дюймов, о которых мы сейчас говорим. В общем, уже все давно украдено до вас. Ну, как компания H3, да, она тоже, когда еще в 2006 году выпустила, даже в 2005 году выпустила, там, HP5-1. Он такой же, только побольше. И он уже посимпатичнее, потому что там много таких металлических узоров. Ну, и он просто был сделан новостейным. То есть, ну, а так все остальное, то же самое, только без симки. Соответственно, как бы, исходя из того, что он говорил в происхождении, Евгений Ищевальдов, то там, в принципе, там основной мотив самый правильный. И почему-то еще много собирают. Это, наверное, потому что Евгений, да, как бы там выступает. А во-вторых, потому что понять потребителей основная проблема сегодняшних поставщиков. То есть, когда я работаю с компаниями, с компаниями, которые занимаются производством продуктов питания и других товаров народного потребления, то почти всегда первая проблема – это мы производители, у нас там супер-мега товар. И потому что мы такие, как бы, нас должны покупать. Никто ничего не должен, да, и никто ничего не должен покупать, во-первых, ни у кого. И то, что это производит, значит, количество вашей проблемы. Для производства, для производителей любых товаров, у них двойная проблема – думать о клиенте, который является частью цепочки канала, и думать о потребителе, да, потому что и тот, и другой является частью того канала, который будут продавать. А если думать о том, какой классный продукт, то я уверен, что кроме Apple было много других товаров, которые, может быть, даже лучше, чем Apple. Но Apple подумал целиком о всей цепочке, и сегодня самая дорогая компания в мире. Да, это правда. Следующая новость – это северо-западный X5 прокололся опять. Ну, это про игровые автоматы, но здесь, опять-таки, понятно, почему новость читаемая, потому что, опять-таки, упоминается абсолютно, я согласен с Петром, что… И еще там негативный москвит, что особенно… Да, 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 ну, естественно, это нормально, да. Чем больше какашек набросанных на вентилятор, тем, естественно, новость более читаемая. Если бы еще при этом присутствовал Ксения Шасовчак и Тимати, они бы спаривались, там это было, вообще, новость номер один. Ну, не знаю, наша аудитория больше любит, когда мы пишем гадости от вашего лица. От нашего лица, да. Это прям. Ну, хорошо. Поскольку аудитория любит гадости, соответственно, вот будем набрасывать в этом году побольше какашек. Раз, ну… People have it, ну что ж… Ну, главное не перенести в НТВ, потому что там потом уже будет другой people. И, соответственно, опять-таки, станет мне интересно. Говорит о том, что все умерли и… Ну, у нас есть вы… Пойду, вы пьяну, да? Да, вы пьяну, да. Потому что, ну, там, ну, автоматы и там… Ну, там все банально, просто… И родовая история. Абсолютно. Абсолютно. История не стоит выяснить. Кстати, все оцени по последнее время, я вот так последним, ну, там, в силу обстоятельств наблюдаю за новостями последних месяцев. И что-то очень много разных уголовных разбирательств, фактически там дел, которые очень близки к этому. И даже недавно были провладельцы водки парламента. Да, да, да. Абсолютно рисовали. Да. То есть, как бы, за какие-то там… И, то есть, непонятно там, что есть, да? В общем, одно за одним и одно за одним. Это тоже хорошо влияет на инвестиционный климат. Помогает предпринимательством развиваться. Дает уверенность завтрашним дням. Ну, по крайней мере, ты знаешь, что завтра. Да, и… Могут посадить и посидеть, будешь ждать в ближайшие 15 лет. Ну, да, я это знаю. Да, да, да. И в этом миллионы миллиардов богатеев из всего мира стремятся, там, деньги вводят. Потому что ведь покупка различных экстремальных туров, там, в пустыню, там, в змеиные пещеры. Это же фигня. Да. Вложил деньги в Россию, и все. В змеиные пещеры отдыхают, а прочие детские игрушки. В ближайшие 15 лет ты можешь провести на замечательном режиме. С утра встал, поработал, вечером лег по своему режиму, помыли вовремя. Так что приезжайте к нам, инвесторы, и мы вам помогли. Да. Ну что, продолжаем. Азиатский производитель и российский витейлер, взаимный интерес. Да. Тут, значит, подоперка такая. Это моя статья. Почему она вызвала большой интерес? Потому что, на самом деле, эта ситуация такая, что азиатский производитель теряет свой рынок сбыта в Европе и в Америке, и начинает активно предлагать свои продукции на российском Значит, я бы относился к этому весьма спокойно. Дело все в том, что более судебно, на одной из последних программ у меня был парнишка, который сделал завод по производству по пресс-форме пластика для радиоэлектроники. И мы с ним обсуждали, он регулярно бывает в Китае, ну и поскольку я там регулярно в ВМУ, у нас сидит команда целая, которая там все это закупает требуху. Безусловно, падение есть. Но что означает падение? Это точно так же, как рост заработных плат. То есть за последние 7 лет я, безусловно, наблюдаю рост заработных плат в Китае с 50 долларов до 600. Но напомню тем, кто не знает, что за эти там, что за 50 долларов за 600 долларов, извините, китайский, что называется, рабочий работает 60 часов в неделю. Так, на минуточку. Работает так, как... Качественно? Не просто качественно, как... То есть работает. Он работает, он не фейсисит. Он не на работе сидит, а работает? Да, работает, он вкалывает, я бы сказал, если не сказать другой матерный аналог. Производит качественные продукты. Да, над ним надо, безусловно, стоять, как над любым сотрудником, но он понимает, что, в общем, сзади вот там стоит толпа народа. И поэтому, безусловно, поскольку есть общее схлопывание экономики, но оно какое общее, да, у нас очень сильно любят псевдопатриоты говорить, вот там экономическая модель Соединенных Штатов наворачивается, там Европа завернулась. Я могу только сказать, что явно они слишком мало живут, потому что загнивающий капитализм и загнивающую Европу и мир, в общем, я помню еще со своего раннего детства. Просто в тот же самый момент, когда он загнивал, эта паскуда, она загнивает последний, вот на моей памяти уже пятый десяток, пошла загнивать, все никак не загниет. Вот, я понимал, в чем разница, например, кроссовок Ливи, производящихся Адидасом под маркой Джамахерия и кроссовок Кимры, потому что в одних можно было ходить, а в других в подошве была деревянная вставка, так что можно, в общем, было ногу сломать. Поэтому вот касаемо потери рынка, я бы сказал, что да, рынок чуть-чуть подхлопывается, но когда Америка закашляется, мы просто ласты склеим. Надо пожелать этому мальчику чернокожему, чтобы он спокойно со своими социалистическими идеями все-таки отвалил в сторону и дал нормальным людям возможность, чтобы Америка развивалась и средний класс начал работать. И Америка тогда, как только будет нормально дышать Америка, как ни странно, задышит и Россия. Ну, вторая часть, да, там, о том, о чем эта статья, и я думаю, почему эта статья интересна многим, потому что в целом там сегодня наблюдаются тенденции, что в сети занимается прямым упортом. И, естественно, Китай, Азия является основным поставщиком большей части товаров на фото для сетей, потому что работать сетки и отдавать кому-то, ну, маржу, которую она может иметь сама, нет смысла. Например, у меня есть клиенты, которые торгуют основным товарами non-food, там, от самых простых, там, словно счет, да, там, до электроники. Явно они сидят в Китае. Ну, естественно, откуда они покупают. И так вот у них есть такой, у нас нет в ассортименте товаров группа. Только от торгового сезона сеть видит, что товар группа, они сразу заказывают напрямую в Китае и возят этот товар сами до тех пор, пока он продается. И поэтому, естественно, чем больше сети начинают становиться более профессиональными, чем больше байер начинает понимать, как работать с Китаем, тем больше они будут там работать. И для наших читателей, которые читают новость активная-активная, это означает, что они читают о том, как быстро или не быстро у них кончится бизнес. Потому что если сегодня они занимаются простым таким челночным бизнесом, ну, челночным в кавычках, да, потому что он, как бы, уже почти настоящий, как донерами, и возят какие-то товары, то сегодня уже нужно понимать, что все крупные сетки будут возить в ближайшем будущем сами больше товаров. Я бы даже сказал, что это даже не крупные сетки. В общем, регулярно задается такой вопрос. Я считаю, что сетки уже, условно говоря, если они структурированы по ассортименту, там, от пяти магазинов, если вы можете набрать контейнер в ассортименте, вам уже имеет смысл самим съездить в Китай и начать работать, выбивая с этого поля посредника, потому что он ничего реального не дает. А для посредника задача думать о том, почему с ним лучше работать. Как вы в статье описаны компании, которая занимается акционным товаром, да, то это означает, что они для сети дают услугу по сбору акционного товара, а не просто занимаются импортом и поставками. Да. Что еще там? Ага. Дальше следующее. Это было интервью с Энтером. Да, да, интересная тема вообще. Это тоже мой материал, который взял очень большой интерес. Видимо, вот этот новый формат, который появился, он действительно любопытен для вас. Ну, вот по поводу нового формата, мне, кстати, это очень интересно. В несколько месяцев назад я зашел в, ну, на Киевское недалеко, да, на Атрисовое, зашел в магазин «Нэнтер». Ну, прикольно, красиво, вежливые продавцы, там, интересные мониторы. И, как бы там, ходил, посмотрел, покупать ничего. Честно говоря, я не стал, потому что мне не нужно ничего. И уехал. А до этого, заметься до этого, я был в Нижнем Новгороде. И случайно зашел в какое-то помещение без вывесок, без указателей. Просто, просто водил, ждал такси. И вот захожу, там, греюсь на зима, зашел и посмотрю какие-то, куча платежных и именалов. Белоглубинетом в дальнем конце какого-то экстравного помещения. А это терминалы продажи электротехники и этих электроинструментов. Это магазин электроинструмента, который работает по принципу «Нэнтера». Выбираешь товар на этом, либо забираешь на этом, ну, на выдаче, либо едешь домой и тебе привозят. При этом, количество людей, которые там в это время кружилось, было достаточно большим, там, может, человек под 50-60, для Нижнего Новгорода, в дальнем каком-то углу какого-то там странного центра. Поэтому, в целом, этот формат, мне кажется, интересный, в силу того, что не нужно выкладывать товар на полки. Да? Я его назвал просто электронным каталогом. То есть, это я не могу сказать, что вот, я опять-таки, у меня в гостях был ноготков на программе, я с ним эту тему обсуждал. Здесь это дополнение, то есть, это электронный каталог вашего реального, скажем так, магазина. И, ну, в данном случае, я думаю, что, не знаю, Петрс подтвердит ли я проект, я думаю, что это просто был сайт, который заточен, он является и внешним сайтом, и внутренним, и, то есть, там скомпонованы. Поэтому скомпонованы все предложения, с него и внутренние сотрудники обслуживаются, и клиенты. Это просто расширение, скажем так, существующего формата торговли в зале. То есть, ставятся терминалы. Насколько, вот, окупаются именно сами терминалы, назвать это новым форматом торговли, ну, я бы так осторожненько это сказал. Ну, тут такой онлайн-магазин, вынесенный в оффлайн, и, наоборот, в оффлайн, и сам онлайн. Что касается, ну, тут больше интересно не сам формат торговли, потому что все это можно убрать, это стоит сайт. Хороший функциональный сайт, потому что наличие большого количества магазинов это точка выдачи, не более того. Ну, как бы, в остальном-то достаточно сайта. Дело в другом, что сегодня вот эта тенденция по покупке в магазинах, я после этого наблюдаю, совершенно давно, мне еще не интересно. И, помню, что мы разговаривали с тобой вот на прошлом интервью по поводу интернет-магазинов с вами, и мне нужно больше внимания этому уделять. люди, которые, ну, которые уже люди, которые дети, да, вот там по 19, по 20 лет, они живут в интернете. Да, и вот, соответственно, там через, когда они стали покупателями активными, вот эта часть будет занимать не там не 3, а 4 процента, а, я думаю, гораздо больше, даже больше, чем в Америке. у нас все понимает крайние формы. Ну, вот как раз очень часто пытаются стравить, идет, задается вопрос, типа, когда же он онлайн убьет оффлайн, я могу сказать, никогда. Это как раз продолжение той истории, когда мы с тобой беседовали, там что-то регулярно пытаются разделить. Вот интер – это та самая форма, когда показывается, что, в общем, это, и я об этом говорил и в прошлый раз, и повторюсь еще раз, что онлайн может только дополнять оффлайн, а никак не противопоставлять. То есть, пока что то, что есть в онлайне, оно существует только по одной единственной возможности, об этом, кстати, упоминается в статье, потому что онлайн работает в серой зоне, то есть, по сути дела, в черной, не платя налогов, а если он вывести его из тени, то он станет просто нерентабельным. А как дополнение, да, это окей, онлайн должен дополнять оффлайн, но не более того. Как вы думаете, такая модель бизнеса, она на сколько привыкла? Потому что никто не знает сегодня показать… Я не очень уверен, что она… Я боюсь, что это очень затратно, потому что то, о чем сказал Петр, то есть, электроинструменты, там достаточно высокая маржа, то есть, есть возможность поставить эти терминалы. То, что мы неоднократно там в свое время как-то пробовали все эти дела, для продуктового магазина, то есть, где большое количество, ну, то есть, не низкая маржа и высокие издержки достаточно, это нерентабельно абсолютно. А где высокая маржа, да, потому что такой один вот аппарат, то, что там мы приценивались, там со всеми разработками, с программным обеспечением, это где-то в районе двух тысяч долларов, соответственно, нужно более, более высокого уровня программистская и суппортовская команда, которая, на мой взгляд, для… все, что имеет низкую маржу, не имеет смысла. Безусловно, это может быть там в одежном бизнесе, может быть каком-нибудь там оптика, это может быть опять-таки электроинструмент… В любом бизнесе, где требуется работа консультантом, да, 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 для заполнительной информации. Абсолютно, да. Металлического, потому что консультантов все… все хуже и хуже с ними. Чуть-то, как почти в том, что в любом магазине можно прийти там, не знаю там… ну, я не буду называть имена, да, сами знаю, все сами знают эти имена, когда захочешь в магазин для подавой техники, отлавливаешь продавца, спрашиваешь, чем отличаются данные, там, кухонный комбайн от этого, вот этот белый, этот бежевый. Все было. Собственно. Ну, и… а потом они сейчас с тобой начинают искать, чем он отличается от целей. Да, да, да. Мне всегда это нравится тоже в электронике, когда там… вот этот телефон, чем он сейчас… он говорит, час пять секунд открывает инструкцию, я просто на него смотрю, говорит, слушайте, давайте инструкцию, я могу и сам причитать. В общем, я и читать умею. Вот там эти автоматы будут полезны, потому что нажимаешь кнопку, он делает, и сразу открывает. Для тех, кто лень, кстати, на сайте дома посмотреть, в магазине будут открыты сразу показывает полностью весь объем информации, который можно собрать по этому… ну, по аппарату. А мне нравится в Энтере, мне кажется, у них немножко уникальный для российского рынка вот таких сервисов, что ты можешь буквально сегодня… заказал товар, ты сегодня можешь пройти есть, собрать… Я бы не сказал бы. У меня есть такой проект, как бы клиенты, с которыми это очень интересно работать. Ребята молодые, делают сайт, который, так называемая, с умным мерчандайзингом. Там, где полностью все настраивается на покупателя, и система запоминает все его ходы, что они часто делают, ну, там, просто реализованы, скажем так, на более высоком уровне. То есть, фактически, он потом приходит смс, говорит, что вам покупать продукты, и ваш крутой заказ такой же сформирован. Ну, фактически, ваш такой умный холодильник, да, и они занимаются продуктами. При этом у них особенность, только на территории Москвы работают, у них особенность, как бы, особенность, которую они декларируют как преимущество доставка в день заказа. То есть, словно говоря, вы выезжаете с работы, акцептируете пришедший вам продуктовый заказ, приезжаете домой, а там свой курьер уже ждет вас и отдает вам сумки. Главное, чтобы они не навернулись, потому что у меня очень сильно, то есть, я бы тот вопрос большой поставил, смогут ли они день в день это делать. Вот это самая большая проблема, мы нанимаем там, по-моему, миллион, миллиардов курьеров, которые будут таскать на себе, это, 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 как кажется, является самой большой проблемой, большинство. Ну, так, продолжаем мы обсуждать на тему алкоголя. Магнит, опять крупнейшая сеть. Ну, это тенденция, да? Не, ну, естественно, а что, должны читать? Про Гоги и компания, которые торгуют арбузом, естественно. Не, ну, есть прекрасный ресторан Машотика, можно о нем поговорить. Не, ну, здесь понятно, здесь технический, на мой взгляд, технический вопрос, и он такой, условно, он обсуждаемый только, то есть, читаемый по причине того, что хорошее, хорошее, хорошее название статьи, такое, зажигательное, то есть, респект и уважуха, retail.ru, умеете, что называется, обозвать статейечку, а так там, в общем, ничего, ребята просто не продлили договора, и не переоформили. Ну, там, на самом деле, проблема именно в законе, который поступил по оборудованию. Ну, это естественно, да, а они просто не успели переоформить договора, и все, больше ничего тут. А какая-то, какая-то большая компания, в которой много работает людей. Так именно поэтому. Конечно, это же, даже такое обидно. Чем больше компаний, тем больше людей, которые не дорабатывают. Конечно, могут проглядить. Это же невозможно, если вот технически, вот там, кнопку нажал бы, переоформлялись договора, там, нужно каждого арендодателя пробежать, с каждым, он тебе каждый мозг выполощит, он еще думает, он еще думает, цену там, начнет тебе поднимать, там, даже, даже у магнита, несмотря на то, что он, в общем, крупный, и может диктовать условия, даже у него есть проблема с арендодателем, да. Он диктует условия поставщика, а когда арендодатель, там, ему диктует только свист просителем, да. Все меняется. Тут точно в этом случае, ну, по продолжению, такая интересная история, у меня есть знакомый, один директор по закупкам, она очень крупной сети, там, с первой пятерки, он реально выносит мозг половину Москвы. То есть, у него, как бы, она, вернее, один из жесточайших закупчиков в Москве. И стурить человечество. Ну, не то же, конечно. При этом, на самом деле, нормальная, милая женщина, сейчас я говорю, первый год с первой пятерки, да, все до сих пор. И мы с ним сидели, разговаривали, и она говорит, вот, хожу уже вторую неделю, не могу от нее добиться, там по поводу счетчика. И вот, я попробую, повтори, пожалуйста, я не расслышал, потому что, еще раз, она говорит, ну, как, ну, проблема такая с этими непонятными дезовцами. И, тема в том, что, когда она закупчик, она просто берет и съедает мозг, да, вот, обезьянки, индийское блюдо поставщиков. А когда она приходит, обычный человек, вот, там такая ситуация. В данном случае, вот там, о чем ты сказал, мне, к сожалению, очень многие смешивают, как бы, роль, в данном случае, которую человек исполняет, как гражданина, и совершенно другое, когда, в данном случае, там, поставь Васю Кубкина, да, он тоже сможет, в общем, выедать, там, хуже, лучше, но в данном случае, там, сила закупки, то есть, мощь ключевого игрока, в данном случае, в данном случае, это относится, неважно, к ритейлу, производителю, потому что, давайте спросим, любого, не знаю, ритейлера, какой-нибудь, третьей десятки, каких взаимоотношений у тебя с ведущими, там, не знаю, такими, Проктор НГФ был, Марсом и Юнилиевым, он точно так же скажет, что мне, там, сейлз этого Проктора, он, там, выедает мозг ложечкой, и я ничего сделать с этим не могу. Так и сети из первой десятки на это жало? Безусловно, нет, это я просто к тому, что говорю, что здесь это зависит от всей степени давления. Кто больше и сильнее. Да, кто больше и сильнее. Сравнимое должно работать со сравнимым, и я просто обращаю внимание, поскольку нас очень часто смотрят производители, они вот начинают как-то там обижаться на розницу, и вот это вот есть такой тренд, типа давайте перемажем дерьмом всю розницу, не вопрос, то есть не забывайте, что вот я вам как производитель могу сказать, производители замороженных смесей, что у меня точно такие же отношения, например, с производителями моих ингредиентов. С одной стороны, меня выедает розничная сеть, когда я ей поставляю товар, но я могу сказать, что мне, производители ингредиентов, я им выедаю мозг не меньше, чем любой другой из вас, так что давайте все-таки без всяких эмоций рассуждать. Да, есть определенные позиции в стратегии и тактике развития вашей компании, и здесь не надо набрасывать на вентилятор какашек, потому что от этого только ухудшается рынок в целом. Ну, дальше интересная новость. Нидерланды и Германия. Это наш традиционный материал-мастер-класс про DIY Нидерландов и Германии. У нас там есть сильные-сильные партнеры, и они нам помогают делать эти материалы. Ну, то, что я прочитал, там действительно справедливо. Ну, я не сильно знаю там Нидерланды все-таки, а Германия более-менее я знаю, как там DIY развивается. Да, это разные модели владения, то есть ключевой там посыл, который надо вычитать в этой статье, что разный тип владения собственности, если в одном случае это в основном арендованные помещения, то в другом случае это собственные помещения, и поэтому разный ассортимент DIY. Если в Нидерландах это больше украшательство, называя своими, DIY это для службы для украшательства, то в Германии для строительства. Абсолютно нормально, но у нас как раз это яркий пример, мы можем транспланировать это все на Россию. У нас малое количество, в общем-то, собственности, поэтому у нас множество как раз именно DIY построенных на стройке, и малое количество DIY, ну, в общей массе, естественно, построенных на декоре. Хотя тоже они есть, потому что... Ну, не, часто развивается становится больше, но это вопрос, я думаю, еще много вопросов, запросов рынка, потому что у нас сейчас жилье не хватает жилья, в принципе. Если в Нидерландах жильем проблем, то, в принципе, это несколько, а в России строится, строится, строится. Ну, именно как раз поэтому. У нас строится, поэтому не декорируется. То есть вот это вот вводораздел такой. Сейчас туда строятся, начнут декорироваться. Да, вот так. Как только появятся у этого собственники, то будут декорироваться. Поэтому это абсолютно справедливо. Другое дело... В общем, я могу отметить, что эта тема DIY, она уже года два держится в одних из самых популярных и востребовывают нас на сайтах. Дело все в том, что DIY, на мой взгляд, ну, там, при моем слабом абсолютно присутствии на рынке DIY, там, что у нас там было 80, сделали два магаза. Вот. Я могу сказать, что с точки зрения инвестиций, это один из перспективнейших рынков. Там не очень высокая степень. О, это что? Да. Да, это один из перспективных рынков. И вот сейчас у нас, поскольку есть и производство, там, хавраинник, очень помянутый, который мы производим. Сейчас мы перейдем в профессиональную сферу. То есть у нас есть запрос на производство, там, гидролизационного материала. И вот рынок DIY, он в перспективе. То есть развитие... Там и маржа повыше. Там и маржа повыше, там степень концентрации пониже. Но рынок непрост, потому что, честно скажу, вот я пока этого не скрываю. У меня есть бренд HOSMA, который, в общем, фактически не развивается. Потому что я пока смотрю на рынок Москвы, Московской области. То есть у меня есть голубая мечта сделать магазин возле дома. Она именно DIY. Но пока я не могу сформировать, не смотря со своим опытом, не могу сформировать ассортимент, который был бы интересен жителю Москвы. Потому что, с одной стороны, вроде как бы за молотком он должен был бы спускаться в магаз. С другой стороны, на самом деле, сейчас он едет либо на открытый рынок, либо в бип-бокс. И вот пока вот этого формата маленького. Вроде во всех странах он есть, у нас его нет. Вот формирование ассортиментов очень тяжело. Дело, на самом деле, за малым. Когда в продукты поступили, начали закрывать рынки. Вот ты все начинаешь закрывать рынки, ландбируешь и говоришь... У тебя же много передач. Говоришь, рынки должны умерять, рынки должны умерять. И все, через некоторое время случится. Ты знаешь, Петь, я вот, к сожалению, говорю... Все цветы должны... Я хочу, чтобы все цветы расцветали. Это может помогать добиться цели, понимаешь? Я понимаю, но рынки тоже должны существовать. Что касается, с другой стороны, поставщиков, то вот тут, там тоже поле не паханное. Потому что в части сегмента там конкуренция реальная есть. Ну как конкуренция? Она локальная. Она есть локальная. При этом, то есть, как бы там, ну, на одно место на попу существует, там, подендуют там два-три игрока, и это вот уже конкуренция. Там, вряди, может быть, чуть более сильная. А в большой, не в больше, да, как бы, а в большой части сегмента, там конкуренции практически нет. И там, фактически, еще рынок поставщика. А это приводит к тому, что, правда, поставщики там дикие, да, и, соответственно, работают в Радуле, там, в 90-х годах, там, в конце, ну, начале 2000-х. Поэтому, там, инвестиции в ДВЛ, как бы, они, собственно, и с другой стороны интересны. И, я думаю, с большой маржой можно там остаться. Можно, конечно, остаться ни с чем, в силу того, что рынки многие дикие. Так, но, говоришь вот еще, почему там статья может быть интересной. В принципе, вся тема ДВЛ тоже интересна на сайте. Потому что эти участники, это два рынка, игроки, да, поставщики с той стороны, они активно учатся. То есть, например, мои семинары, которые там проводятся открытые, да, то вот, если раньше на 20 человек там был один, ну, соревнования, да, делающих, то сегодня их почти половина. То есть, там, 40-50 процентов почти всегда. А это приходит, 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 они активно учатся. Поэтому, конечно, сейчас такая волна компаний, которые начинают развиваться и выходить на уровень, там, продуктовых компаний. И, естественно, они собирают всю информацию по себе. В общем, надо выкупать сайт DIY.ru и делать из него retail.ru. Retail DIY.ru, так. Да. Потом за идею заплатите. Да, ну, соответственно, да. Мы учредители. Может, вы и купите? Нет, 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 нет. У нас нет таких денег, как компания. Да, а следующая новость, что-то мне не очень понятно. Да, X5 предупреждает. Я могу рассказать. Я недавно, как раз, там, поставщики. То есть, X5 предупреждает статья о том, что... По арбузах. ...куча арбузов и дым и льдовиды. Ну, это, как бы, продолжение, так думаю, темы НТВ, что, если что-то есть, ты можешь умереть. Там, может быть, сейчас, а может быть, через 50 лет, но все равно умрешь. Вот. Причем это однозначно, я могу сказать. Да, вариантов нет. Итак, в чем прикол этой истории? Многие поставщики получили письмо от своего закупщика, в котором в тени письма было написано. Письмо о расторжении. Вот представьте себе на месте поставщика, менеджера по работе сетки, который получает от X5 письмо о расторжении. О чем он думает? Все. Он думал, что все пропало. Надо сказать, что он сидит, у него руки побледнели, тело побледнело, и он боится письмо открывать. Он потеет и все. Открывает письмо, дрожащей рукой, а там написано, что там X5 о расторжении договора с поставщиками плохих дынь и так далее. То есть, я не знаю, сколько людей упало в больнице, сколько умерло от этого письма. Может быть, даже меньше, чем от арбузов. Или даже больше, чем от арбузов. Помнишь, было такое предэффектное состояние? Люди, наверное, понесли по те же дороге, как бы если не сажали быть все арбузы. Больше. А X5 зачем это написано? А люди эту тему прям очень сильно обсуждали, и даже на фейсбуке там? Нет, ну они, подожди, они обязаны это делать. Дело в том, что когда идет волна в целом от государевых всяких там хрюшек, всякой остальной хрени, там по поводу того, что в магазинах продается только там просрока, всякая дерьмища. Или другой яд. Да, что там, да, то на компании должны адекватно реагировать. Я считаю, что в абсолютном вся там первая десятка должна реагировать адекватно, показывать, проводить тесты продукции. Потому что там вот не к ночи помянутый этот народный, который оборачивает не в разы больше там любой X5, там 700 миллионов что-то приводили цифру. Там реально люди ломятся за товаром фактически просроченным. И это на самом деле не худший результат. Потому что был рынок в Москве Ховрина, где только торговали просроком, и его 10 лет не могли закрыть. Потому что как только закрывали его, тут же ушли письма в управу рассерженных бабушек, верните им рынок, потому что там товар продавался по бросовым ценам. На сегодняшний день надо понимать, что 20 миллионов народных населений проживает за чертой бедности. И почему есть сбыт секонд-хенда, в том числе и продуктового секонд-хенда. Потому что просто людям банально жрать нечего. И до тех пор, пока мы можем отворачиваться, мы можем зарывать голову в песок, пытаться какие-то запретительные меры, до тех пор, пока мы не изменим экономическую модель и исполнение обязательств, в том числе и государства перед этими гражданами, это все будет происходить. Будут существовать народные, будут существовать рынки Ховрины. Просто они будут перемещаться. А Х5 и Ижи с ними обязаны реагировать, показывать, что, в общем, проводить тесты тех продуктов, которые у них приходят. Просто надо понимать, что здесь есть и вторая сторона медали. То есть, регулярно же там розницы граждане предъявляют претензии, типа, а вот что вы там, например, не проводите какой-нибудь анализ, что там какое-нибудь пальмовое масло внутри. Так надо же четко понимать, что как только я, как розница, проведу такой анализ, тут же и выставлю там как поставщику, что вот у вас там пальмовое масло, он напишет маленькую бумазейку в ФАС, что я выставил, в договор поставил условия, которые не требуются для прохождения, и меня просто закроют. То есть, нельзя вешать на розницу функции по АБЭПам. То есть, богу-богу, если садопинадзора, Роспотребнадзора и всех остальных. Не вопрос, если вы хотите, я буду исполнять. Только я боюсь, что те, кто нас смотрят, в том числе и господа поставщики, очень сильно взводят, когда, например, Х5 поставит у себя лабораторию и начнет всех дрючить там по какой-нибудь органолептике. Да вы там вообще будете все по стенкам делать? Ну, а с точки зрения того, что, в принципе, как бы они сделали, а послали поставщикам письмо, отправили везде. В принципе, я с этим и согласен абсолютно, потому что они должны это делать. В силу того, что если мы вспомним прошлый год, то весь прошлый год по разным каналам телевидения, и в СМИ постоянно говорили там Х5, торгуют там БГБ, то есть как бы сети торгуют ядом и так далее. Сейчас все сети, особенно первые десятки, а лучше тридцатки, должны заниматься активной пиар-пиар-дельной, что они работают. То есть, в принципе, это как бы их работу, тем более сейчас вот сентябрь, я думаю, в сентябре обычно начнется еще один цикл передач про то, что розница не травит ядом. Да, зарабатывать у нас деньги. Ну что там, шок цена седьмого континента. Ну это вопрос акций, там акционный вопрос по поводу выкупа акций за Надворного. Там идет большое количество судов. На мой взгляд, новость не заслуживает никоего интереса, кроме физического присутствия названия «Седьмой континент». Это внутрикорпоративный спор между акционерами, там мелкими акционерами, крупными акционерами. Принципиально он ни на что не влияет. Ну и потом, кроме одного фактора, что там, как обычно, у нас плющ маленьких акционеров. Но что в данной новости интересно, что федеральная служба под надзором, она каким-то образом вступилась. За мелочевку, да. Да, за мелких акционеров. А что интересно, когда идет битва с крупными государственными компаниями, она не вступается. Но хотя бы здесь пускай отыгрывает. Поэтому новость интересная. Потом, как бы, это, как бы, такая новость на будущее. Вдруг будет прецедентное право. Да. Когда-нибудь, потом, может быть, если у нас будет право и государство, и государство закона, то эта новость будет... Станете акционером... Маленьким камушком фундамент этого права государства. Станете акционером компании с зажигалкой на логотипе и используете вот результат этого разбирательства с ФСФРМ как раз для себя, скажете. А вот в седьмом континенте этих был. Правда, конечно, с зажигалкой на логотипе вам тут же заткнут рот. Ну, прецедентное право появится только, если мы станем частью другой правой системы. Это да. Да. Сергей Градинский открыл секрет успеха. А это было? Губернатору государства Украя Сергею Ткачеву. Прекрасно. Прекрасно, что до этого Кахачев не знал этого секрета, а тут пришел Галецкий и ему открыл. Ну, я думаю, на самом деле ты прав. Да. Просто реально прав. Ну да. Галецкий стал большую компанию. А Кахачев не знал. А Кахачев он был. Да. Собственно, Кахачев просто был. А кто больше денег заработал в Галецке, а не в Кахачеву? А вот тут точно никто не знает. Кстати, на основу этих слов я бы, знаешь, как бы поостерег себе. Дело в том, что там же в Краснодарском крае посадили дяденьку за то, что он написал плохие слова про губернатора на заборе, который официально не существует. То есть там была такая смешная история, дяденька там поставили забор, дяденька подал в суд что-то забор за половинном месте и что-то забор нужно убрать. Суд сказал, там забора нет. Дяденька пошел и написал на заборе плохие буквы. Да. И его позадили на 5 лет за то, что он написал на заборе плохие буквы, которые по-прочему, сюда нет. Так что правильно посадили. Вот написал в воздухе, он это как мазал. Раз там это. Гарри Фонд. Волшебные палочки. Все. Волан де Морт. Все. Он это, кстати, слово и написал. Волан де Морт. Волан де Морт. Да. Теперь мы знаем эти слова. И в 5 лет. Поэтому странно, что заголовочек очень плохой. Надо было заголовочек чуть-чуть по... Ну, что-нибудь такое. Сергей Галецкий раскрыл свои тайные планы, мечты. Да. Вот что-нибудь такое. Тогда бы новость была в номерах. Или слил секреты магнита. Да, слил секреты магнита. Очень. Ткачев. Да. Я понимаю, с помощью Галецкого повышал свой статус. А именно Галецком, то, конечно, его история... Просто респект и уважение. Глубочайшее уважение на создание такого монстра, как магнит. Такой крупнейшей компанией в России. Такой успешной компании. Это, конечно, глубочайший респект. И, соответственно, вот эти, ну там, реальные секреты успеха, я думаю, требуются миллионам наших граждан. Которые, ну, если хоть магнит не создадут второй, да, там, магнит-2, да, но хотя бы начнут зарабатывать больше. Чем, кстати, объявили, вот я недавно узнал, потому что на среднем западном строении 30 тысяч рублей. Там, 27-200. Да, да, да. Слышал, да? Вот этот ребенок пытается, там, люди в шоке, говорят, а где, 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 где? О, это они в шоке, они еще зря в шоке. Года три назад это было Женя Федоров, это у нас был, есть такой депутат, он мне даже передал бумажку, там была обозначена, тогда зарплата на тот момент, это было год три назад, это обозначало среднее по стране 20 тысяч, там, 21 тысяча, а в Архангельске было что-то 1019, ну, то есть, и, а у меня были друзья в Архангельске, я позвонил, он говорил, ребята, вы в курсе, что у вас там по региону средняя зарплата 19 тысяч? Ну, там, сначала было, там, минут семь мата, я говорю, так, да, теперь мат мы запикали, а теперь все-таки продуктивно, он говорит, да у нас хорошо, если 7 тысяч. Ну, ребята, я говорю, вот, вот, у меня есть бумажка, я официально забрал у человека, у меня до сих пор есть хранится. Получается, там, 1,9, и там, как бы, тысяча рублей и 1,9 миллиона делится по ладу. Да, 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 и все замечательно получается, поэтому сообщаем, особенно для наших телезрителей в регионе, средняя зарплата у вас 27 тысяч, ну, 28 тысяч, ну, 28 тысяч, ну, 28 тысяч, ну, 28 тысяч. Требуйте в магазине в город. Требуйте, да, требуйте в администрации города, у вас штука грина уже, в общем, в кармане. И если такого нет, то извините. Да, извините. Важно было потребовать, и президент сказал, что 27 тысяч. Все, все, вам сказали, будьте довольны, приходите с этими бумажками в магазины нашего города. Так вот, возвращаясь к Галлискому, да, его реальному успеху, если люди, там, пользуясь, там, тем, что... Кстати, реально было бы интересно историю Галлиска почитать, ну, как он шел, да, создание магнита. Если бы хотя бы люди с этих 27 тысяч рублей начали зарплаты 40, благодаря его советам, то это уже было бы существенной пользой. Ну... Ну, это был у него секрет, я много про него, наверное, все читала. Ну, самое, что он набрал кредитов и работал. Нет, слушайте, ну, он вообще реально, реально просто человек упирался рогом. Это было вот, это был респект, как они делали логистику. То есть я вот, периодически, когда меня спрашивают о тех временах, я говорю, что вот, был три компании. Копейка, Пятерочка и Магнит. На мой взгляд, у Пятерочки всегда было очень сильное развитие, то есть захват рынка, открытие, вперед даешь. Такое, наверное, на амбразуры. У Копейки на тот момент была очень хорошая, на мой взгляд, финансовая группа, которая просто поддерживала, и вообще вот они хорошо выстраивали бизнес-процессы, растущие от финансов, поскольку группа банковская. А касаемо Магнита на тот момент, ну, это там 10 лет назад, у них была просто супер логистика. То есть они всегда ставили, делали ставку на логистику, и вот это вот, при очень похожести, в общем-то, компаний, да, потому что они все были красно-белые, как мы все помним, да, они очень шли в одном приблизительном сегменте, они все-таки были очень разные по стратегии развития. Одна была компания развития, другая была компания финансов, а третья была компания логистики. Вот, на мой взгляд, стратегия логистики, она сейчас показывает те результаты. Ну, может быть, Сергей скажет как-то по-другому, это все-таки его компания, и, может быть, у него другие оценки изнутри. И просто вот то, вот я то, что статью видел, да, ну, читал, ну, уже неважно так и скажу, то, что Магнит, да, в вашем статье уже статья была про Магнита, о том, что он стал пятой компанией по капитализации в мире, ценировочной компании, пятой. Просто сам факт по себе... Конечно, там кто-то подумает, в пятой это не первый, да, но сам факт по себе, что в России... В России... Это тоже наш. Тоже наш народ. Сам факт по себе, что в России, в стране нефти и газа, кто-то стал компанию несырьевую, которая вышла в первую десятку мировых компаний. Причем, вот, это действительно реально круто. Главное, дай Бог ему здоровья, потому что... Главное, чтобы не отобрали. Не, ну, уже в правильной партии, уже меня отберут. Да, вопрос в правильной партии, не имеет значения, там, между своих тоже легко отбирают все. Да. Кстати, этот ритейлер очень известен за рубежом, и меня очень часто спрашивают иностранные коллеги именно про компанию «Магни». Видимо, как-то им сложно находить прямую информацию, а они... Нет, просто наши зарубежные коллеги, ты знаешь... Я имею в виду именно журналисты. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что, в отличие от вас, скажем так, российских журналистов, у которых, в общем, шило в одном месте, западные наши коллеги, ваши коллеги, они весьма ленивы называют своими именами. И волей судеб, работая там, периодически с нашими коллегами, работая с зарубежными коллегами, вот, они, что называется, совсем ленивы. У них потому, что ритм жизни другой. У нас хорошая мотивация. Да, да, да. Живем очень быстро, коротко, и в любой момент может терпеть по башке. Да, у нас должен быть девиз пенсионного фонда России, там... Я думаю, надо... Живи ярко и сдохни быстро. Живи... Быстро умри молодым, на самом деле. Нам про ярко ничего нет. Просто про быстрое и по молодое. Потому что, если ты не молодой, ты сам понимаешь. Ты огорчаешь весь пенсионный фонд. И государство. Правильно. Но это оптимистичнее. Но сегодня, мне кажется, самое право. Да, мы обсудили топ-10 новостей. Если, дорогие, уважаемые господа, не желают... Может быть, у вас в душе есть какая-то новость, которая вам запала за последние несколько недель, которую вы желаете поделиться? Нет, у нас все хорошо. А, Петр? Что? Нет, у меня есть новости. Но я и душе не буду. Потому что... Все его новости, они уже близки в нашей реальной деятельности. Да, все эти новости, они есть уже на всех деловых изданиях и политических тоже. Поэтому что они говорили? Поэтому допрос у него будет в другом месте. Итак, еще хотел бы добавить от себя лично, что мы этой передачей открыли сезон, и теперь у нас будут выходить все передачи в записи, да? Поэтому большая просьба ко всем писать на Retail.ru, писать мне о том, какие темы вы хотели бы обсудить, с какими сетями вы хотели бы через нас пообщаться и встретиться, какие вопросы вам были бы интересны и задать. То есть на основании всего этого мы будем строить программу передач до конца года и на весь следующий год для того, чтобы... Потому что мы работаем для вас. Да. Мы туда. Всегда. Главное, чтобы слово передать было, как передать телевизион. Это наш такой внутренний юмор. Да, да, да. Все. Пока. Все. До свидания. Спасибо вам. Здесь Дима не мог не ставить вопрос. Это просто его... Ну потому что, знаешь, она так логически выстраивает. Ха-ха-ха. Не так логически. Это просто справитесь. Чтобы это место activ根лировать... Cutка geopolitиться...